В свете информации о возможной причастности наследованного принца Саудовской Аравии к смерти журналиста Джамаля Хашокджи, европейские страны применяют к ряду новые санкции. Саудовский король Салман бин Абдул-Азиз обошел эту тему в своей первой после убийства журналиста речи. В то же время Министерство иностранных дел Германии ввело санкции к ряду саудовских граждан, которых связывают с убийством Хашокджи. В течение последних нескольких дней мы сотрудничали с нашими французскими и британскими друзьями, в результате чего нами было принято решение наложения запрета на въезд 18 саудовским гражданам, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Правительство Германии заявило, что приостановило ранее одобренный экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Берлин дал понять месяц назад, что не одобрит никаких новых поставок оружия и ряду, но оставил открытым вопрос с уже утвержденными контрактами. Это происходит на фоне опубликованного американскими СМИ отчета ЦРУ, из которого следует, что наследный принц Мухаммед бин Сальман лично приказал убить журналиста Джамаля Хашокджи. В интервью каналу Fox в минувшие выходные президент Трамп ответил, что ему известно об этом. Наследный принц соврал вам? Я не знаю. Я бы хотел это знать, но могу сказать лишь это. Многие в его окружении говорят, что он ни о чем не знал. Он лично мне сказал, что не имеет к этому никакого отношения. И сказал он мне это, наверное, раз пять. В разных разговорах. Последний раз несколько дней назад. Оппозиционный журналист Джамал Хашокджи был убит 2 октября в Саудовском консульстве в Стамбуле, в чем Эр-Риад признался, но заявил, что убийство было непреднамеренным. В то же время турецкие власти настаивают на том, что убийство было спланировано и требуют выдачи обвиняемых.